здравствуйте просьба говорить громче ладно так будем знакомиться значит по эту сторону экрана я веду запись и по эту сторону экрана железо или костейный сибиряк скажите где вы и кто вы думаете потому что в этом месте были тяжелейшие бои рядом лес в котором царит атмосфера войны страха смерти так и вы ко мне обратились когда ваши деревья начали поражаться как вы считаете манилиозом так посажены в восемнадцатом году из семечек которые я впервые получил у вас в семнадцатом году на третий и четвертый год как поступает манилия информация из разных блогеров которые опыляют опрыскивают по цветению до цветения после цветения я этого в принципе не делал я делал только по еще не раскусившись с деревьям я отодвигал цветение мочевиной как отодвигали чем смысл это чтобы не попала под заморозки скажите сначала о чем речь идет абрикосы сливы ну у меня остались от старых хозяев деревья старые очень деревья я грушу три года поршил и ничего не могу сделать еще раз повторите эту фразу еще раз в этом году я их когда узнал что надо опрыскивать или ночевиной я начал применять это на молодом спальне я это еще не делал а саженцы вы сказали 2000 какой там год ну первые косочки я у вас получил поздно очень в семнадцатом году и в восемнадцатом году я уже их вытащил из повреда и высадил и дальше что было дальше высадил по схеме разумного сада который мне порекомендовало Сергеева порекомендовали а в чем она выражается что в чем выражается вот эта вот схема есть геометрическая фигура фигура называется основа основа гармонизирует пространство так понятно я даже слышал об этом яблони плодоносили через год как только я делаю разбивку по схеме озумного сада теперь яблоны плодоносят каждый год тогда скажите почему тогда деревья гибнут если манилёсы ведь есть тогда получается они должны быть ну как здоровыми ну много причин первая причина поначалу была кроты эмуси которые полностью коротко съедали ну когда в том году уже китайское смело красно-желтый уже была выше меня ведь она была метра два с половиной три она в этом году засухла в том году первые ягодки были а догадки какие что взяла засохла какие догадки ну манилиоз потому что на третий год закупориваются все ну все каналы внутри ствола постепенно когда через цветки проникает эта манилия через ветки в ствол на третий год засыхает у меня так и получилось жалко 15 саженцев жалко 15 саженцев висер слих адрикосов стерц и тоже подожжу так а если я скажу что этот грипп манилия он абсолютно безвреден и это ошибочный диагноз как бы нам другие бы причины поискать вот смотрите сейчас я ни на чем не настаиваю я просто приходится догадки вот я собрался в понедельник проводить лекцию вот груши абрикосы они очень слабые на выпривание нижнего штампа вот вы потом увидите мой фильм да я вам вышлю его вот почему мы просто говорим а вы будете видеть еще экран а на экране вот груша которая даже посажена на ровном месте очень быстро в течение нескольких лет сгнивает вот я показываю одну фотографию вторую фотографию очень красноречивая потом увидите дело в том что я сто процентов знаю что гриб манилия абсолютно безопасен он ест только мертвичину погибло что-то карат начало гнить плоды гнить вот листья гнить вот тогда он на них поселяется а сам он никакого отношения не имеет к тому что сейчас сами сказали вот я не буду ничего доказывать я просто свою версию вот вторая фотография и вот третья фотография вот а эта третья фотография она еще более красноречивая груши и абрикосы даже посажены на ровном месте у нас же края то все таки снежная это не Италия где он зимой футбол играет на зеленых газонах и вот получается что они быстро сопривают и не было ли у вас такого наблюдения что вот становились на колени разгребали землю смотрели не заглянули корневая шейка не сопрела ли с виду нормально а там уже вот а для меня когда дерево покрывается грибами той же манилии да это один из разновидностей грибов тогда это средстве это значит дерево больно я вот тут будет это самое вот я собрался рассказывать что это в понедельник в общем и касается как раз абрикосов груш это самое слабое на выплевание вот но тогда сливы должны держать яблони должны держать сырость эти годы вот тогда получается еще какая-то причина есть но манилия манилия совершенно ни при чем это исключено манилия не ест живую ткань иначе бы давно мы все умерли с голоду если бы она ела живую ткань теперь получается что можем ли мы с вами продолжить разговор таким образом вот деревья погибали или гибнут или собираются гибнуть фотографии вот как у меня крупный план здесь все четко видно в чем причина а тот кто потом посмотрит наверх вот именно вот этой груши он увидит те же самые листья сейчас возьму и это в интернете я набрал фото гриб манилия вот страшная картина вот якобы все начинает цветков потом попадает в дерево вот но у меня наблюдения такие на старом дереве есть допустим что-то похожее по всем садам сотни садов был вот мне жалуются я потом нахожу что дерево частично искалечено ему сделан искусственный штаб его проредили крону якобы ему лучше будет причем утверждают что это способствует долголетию ну искалечили дерево а потом появляются вот такие вещи которые сейчас показаны на экране прямо сейчас вот такие страшные вещи а считают что гриб напал а рядом растет такое же дерево абсолютно к нему никто не подходил его никто не делал крону искусственную вот там корневая шейка помечена как я делаю специальным пятнышком чтобы люди не закопали глубже и она такого же возраста или старше а на нем ну рядом вот у них соприкасаются кроны вот ничего не происходит ничего то есть она абсолютно здоровая ни одного листика вот у меня были страшные времена когда все лето лили дожди холод такой что не лето было а такое впечатление что мы попали куда-то далеко на север и на это и на запад прибалтику которые нас пугают и вот получается что ни одного больного листика и это во всем саду миллионы листьев наверное их на всех моих деревьях ни один миллион и ни одного пострадавшего а у соседей все сады все деревья уничтожены их хозяевами они все делали строго им приказали отрезать нижние скелетные ветки они их отпилили все это в моих многочисленных этих находится в моих многочисленных фильмах и специальных фильмах вот и получается у меня к вам просьба этот разговор будем считать промежуточный у меня к вам просьба все эти деревья если еще не выбросили которые погибли или болеют сфотографировать крупный план везде надо докопаться надо разгрести корневую шейку а вдруг заглублена а вы косточки садили даже на сантиметр косточка посаженная через несколько лет дерево начинает гибнуть если косточка заглублена на один сантиметр основание штамба под землей давайте я не могу непосредственно сажать в землю косточки все пропадает мыши все утаскивают ну с мышами на них есть управа но это другой вопрос а как вы делали стаканчик стаканчик не стаканчик стаканчик трех-пятилитровых ледов потом я ставлю это ведро на землю и обсыпаю уже со всех сторон грунта а ведро пластмассовое стаканчики вы сказали 3-5 литров вы же прямо в них посадили да? ну я сажаю сначала в ёмкость где она чтобы подросла а потом уже перемещаю на землю вынимаете из стаканчика да? все корни сгрызены теперь я буду их высаживать обнимать стальной сеткой ну погодите она потом заморозит эти корни сетка нет она будет земле пройдет сквозь сетку все равно заморозит заморозят стальную сетку нельзя ну с мышами есть же управа есть же санэпидемстанция я тоже это проходил у меня однажды съели 400 мыши съели 400 груш из них половина привитых это был удар с тех пор я трачу деньги на на отравленное зерно раскладываю по бутылкам а куда деваться то? ну зато меня перестали грызть ну это невозможно сделать самэпидемстанция потому что вокруг лес да при чем тут лес бутылки покупаете зерно пять ну пять килограмм десять рассыпали полсотни бутылок бутылку чуть расширили горло разложили промеж своего этого питомника или промеж своего сада еще я это делаю только пакетиками конечно ну пакетики ну главное что мышь можно можно всех выжить заливаю пакетики раскладываю теперь буду ну ну понимаете мы начали мы начали с манилиоза так я хочу чтобы вы поняли одно манилиоз это очень важный момент потому что когда наблюдаешь одно дерево искалеченное все в этих вот как у меня на экране так а другое дерево это точно такое же которого не калечили и там никаких признаков нет ну мышь это серьезное это как называется обвинение спору нет но я хочу мы начали с манилиоза я хотел вас убедить чтобы вы начнете опрыскивать опрыскивать если там повреждены корни это все бесполезно дерево погибает без питания вот вот чего начали этим наверное мы и закончим то есть а вы так не покажете свои фотографии я сделаю делайте пожалуйста почему это не только нас касается Валерий Александрович поскольку у меня сам посажен по конкретной схеме и между всеми саженцами по кругам конкретное расстояние так поскольку я каждое место прошел рамками и только в одном мне пришлось уйти из концентрического круга у меня достаточно много саженцев получилось там все и яблони и груши и персики и априкосы и сливы и вишни и чересны и рейхи то мне бы конечно хотелось посадить на место где засохло дерево а вот это такое же дерево то ли априкос то ли вишня а вы этот вопрос то и задали самый первый вопрос то у вас был даже не про манилиоз все понял и так значит если причина объективная вы рамками владеете так если гепатогенная зона понятно обычно делается как сперва погибает дерево потом мы берем задним умом крепкий я про себя не про вас вы то заранее мерили рамками а я уже вижу лень же заранее перемирить все поле я уже когда дерево одно из десяти погибло я беру рамки смотрю первое если рамки у меня раздвигаются то есть это гепатогенная зона вот неважно метр квадратный или десять метров но вижу что здесь садить нельзя тогда действительно нельзя то есть это дерево погибло по объективной причине гиблое место на это место уже садить нельзя но это я не вам а имя рассказываю вы все это знаете если вы рамками место чистое а где-то корни могли съесть мыши то конечно садитесь на это место ну может все таки из страховки там на несколько кантиметров отступите как-то на десять двадцать вот чтоб и круги не нарушить концентрические ну как вот такой ответ надо знать а вы это можете знать раз владеете рамками причина объективная или попало в эту вот смотрите мы может мерили да вы уверены что там чистое место садите сюда же ладно но все таки перемерьте еще раз бывает у человека у человека биополя от которого которая это самое контактирует с биополем земли ваше личное биополе оно каждый день разное с утра очень сильно к вечеру но может быть чуть ли не нуля может быть объективной причиной даже настроение быть такое что она исчезла и на рамки не среагировали перемерьте пожалуйста а если вдруг оно чистое садите на это же место самое главное что вы в отличие от большинства людей один из тысяч или один из ста тысяч которые видят то чего не видит никто вот посадили мертво еще раз посадили снова мертво а про гепатогенезону понятия не имеют вот мы говорим не для себя для чего я запись делаю мы говорим для всех пусть слушают пусть сникают пусть в конце концов из тысячи еще может два чека рамки возьмут в руки нашего это полку прибудет ой а так конечно обидно страшно что сад уже мог бы быть но у меня я всегда сравнил свой ну я сегодня делал фильм вот приехал человек поводил по саду приехал ему всего один саженец нужен был а я пользуюсь случаем да ля ля сюда привел туда привел и показал единственную сухую ветку только на одном абрикосе и то старик уже ветеран вот бесполива три месяца дикой засухи только одна веточка отсохла ну вру две-три отсохла а весь сад обошли больше ни одной ветки вот фильм пожалуйста хотите сегодня вышли сейчас сейчас я вышлю вот нет у меня больных деревьев практически отрезаю только ветки прирост последнего года это как отрезать себе фаланги пальцев отрежь человеку живое а вот так как режут потом вот эти вот картинки как на экране дикие страшные картины это результат вмешательства в жизнь дерева есть объективная причина я еще два слова скажу вот ладно я вам смоленцик прислал из сибири а то некоторые правда тоже говорят а назад то да в сибири да да в тюрьме да вы такой молодец а все обратно то нельзя погибнут и вот ваш случай чуть ли не подтверждает это ну хорошо есть на кого нам это спереть на мышей и вот в крайнем случае А теперь смотрите что получается значит эээээээээээээ и рядом сотни деревьев были уничтожены ну там получается с пяти сторон не четырех, а с пяти всеми соседей полностью уничтожены и посреди мой сад как оазис абсолютно здоровый а снято сотни фильмов вы их видели я же не скрывал когда хожу по саду Я сегодня нашел единственную ветку и показал ее. А она как раз на манилиоз-то и тянет. А дерево старое. А я еще как говорю. Есть причины объективные того же манилиоза. Да, он не вредитель. Он ест свое, мертвичину. То, что ему полагается. Иначе бы жизнь на земле остановилась, если бы грибы не ели бы эту мертвичину. Как-то понять не могут. Но все с чем бороться. Так же, как с муравьями. Но дело в том, что есть причина объективная. Даже Смоленск, не только Сибирь, где я живу, черт занес. Но даже Смоленск, это еще не... Даже Крым, это еще не это. Ни Италия, ни Испания. В ледниковый период выжили в Африке. Началось потепление, пошли на север. Постепенно семечками продвигались. Корнями от водки продвигались. Миллионы лет дошли до Смоленска, дошли... Нет, не до Смоленска. Дальше искусственное. Уже то, что мы получаем с середины Европы... То есть вся Россия, это уже искусственное. У нас только терн где-то дикий. И дикие яблоньки, может быть. Где-то еще по лесам прячутся. И то немного. А все остальное, эмигранты на севере. Им всегда плохо. Они никогда не доживут свой век. Если даже к ним не подходить, как я всех ругаю, секатором, калечить деревья. Все равно у них век короче. Все равно морозобоины, морозы. Но тут есть одно общее правило. Искусственные раны не лечатся. А естественные лечатся сами. Значит, шансы есть. Но они настолько эмигранты, они настолько вкусны. Поэтому они любят тля, их любят там, белокрылка, плодожорка, жуки, пауки, все там эти самые. Помните, клещ паутины? Вот, эти самые. Тля, гусеницы. Все, все. Потому что это все вкусное не для нас. Для них, прежде всего. Вот, понимаете, в чем дело? И тут начинается вопрос опрыскивания. От жуков, пауков, от лет, от этого, все, что... А они все имеют крылья. Вот назовите мне хоть одного насекомого, который не имеет крылья. Все. Бороться почти невозможно. Дерево опрыскал, через две недели они опять обсели его. Так? Вот это уже беда наша. Опрыскивать надо. Но надо, я заканчиваю свою длинную такую путанную речь, с грибами бороться бесполезно и не нужно. Вот. Только с насекомыми. Потому что для них это такая вкуснятина, абрикос, слива, груша. Ой, как они жрут. Ведь, зараза, дикую яблоню не жрут. Она давно адаптирует... Вот я же в сибирях, она же сибирка дикая. Вот. Они ее не жрут, почему? Она адаптирована за миллионы лет. Она тут же всегда была. Она укусила ее и умерла. У нее иммунитет, у нее антигены, у нее эти самые, лейкоциты. Они не дают. Но я уже, извините, термины медицинские применяю. Ну, до понятности. А тут же рядом эта вкуснотища. Дерево посадил, корни искалечены. Оно уже плохо питается, искалеченными корнями. Оно сразу заболевает, мы еще не видим. И на нем уже поселяется то, что никогда бы не поселилось, как на ту сибирку. Сибирку не трогают. Уже эту самую сжирают вовсю. И получается, надо опрыскивать. И столько врагов. Но главное найти правильного врага. Вот то, что я говорил. Гриб манилия никогда. Там еще десятки их наименований, они имеют специфику. Так же, как белый гриб мы едим, а этот самый, сами понимаете, а этот самый, ядовитый, есть бы не стали. Так и тут. Каждый имеет специфику. И вот получается, я все это говорил не вам, а меня же слышат, надеюсь, слышат. Услышат, не только вы. Главное, не вот этого, не делать из него врага. Любое дерево, иммигрант, любое дерево подвергается страшной опасности. Но не добавлять, главное здесь, не делать искусственную крону. Не калесить, не калесить, не калесить. Вот можно я на этом закончу? А с вами продолжим как? Фотографии. Еще одна попытка будет. Вот смотрите, у вас погибли мои эти. Давайте еще раз, сделаем большую скидку. Давайте вторую попытку. Но в санк-предел станцию придется идти за ядом. Иначе сада не будет. Я имею в виду отравленное зерно. Здесь даже в поселке в 10 километрах скорой помощи нет. Да, я все понимаю. Ну, самому травиться, делать отравлю. Я еще на наблюдение вам хочу сообщить. Давайте, давайте. Схема разумного сада. Значит, хозяин прежний оставил мне старые яблоки. Две из них, они здесь поздние. Они в погребе, эти яблоки лежат до следующего лета. Так, я вас природу, на секунду. У меня через 4 минуты отключится это. Что успеете? Я посеял семечку, шкулку вместе с вашими косточками. И чудо! В прошлом году, на третий год, появился один цветок на ней. В этом году уже было много цветков. Четвертый год яблони. И уже там яблочки есть. Так, я прекрасно знаю, кого вы имеете в уме. Значит, Сергеев Николай Георгиевич, мой друг, гениальный садовод. И главное, он еще, и он разбирается в таких сферах, что нам до него, как до неба. Вот это я хочу сказать. Все, что он предлагает, это высшее разумное... Вот, спасибо, что вы его вспомнили, я с тебя добавил. Уникальнейший человек. Мы с ним загружились. Мы с ним военные в отставке. Мы с ним загружились. Да, он организовал мои лекции в Челябинске. Вот за что я ему благодарен. Коробка человека. Так. Ну что, время выходит, сейчас отключится этот самый... Я сделаю, наверное, ролик, пройдусь по этим деревьям, все покажу. Хорошо, давайте. Мне обидно, что начало такое. Вроде бы все разумно, все как это, и все равно не спасает от этих бед. Ну да. Вы еще эхо войны вспомнили. Еще эхо войны вспомнили. Ой, тут все до кучи. Вот. Ну что, давайте пока... Пока прощаемся, все равно он сейчас отключится в видео. Хорошо. Сделаю. Ага. Ну тогда пока. Всего доброго, Валерий. Ага. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...